Всем добрый вечер, здравствуйте, в эфире КАФУЛЛАЙФ, а я его ведущий Роман Полинсков. Как обычно, мы продолжаем беседовать с представителями институтов и факультета Казанского федерального университета перед приемной кампанией 2023 года. Сегодня у нас в гостях Институт управления экономики и финансов долго времени тянем. Представляю спикеров, которые сегодня ответят на ваши вопросы. Руководитель Центра магистратуры Юлия Николаевна Горелова. Юлия Николаевна, добрый день. Да, всем добрый день. Руководитель Центра профориентационной работы и взаимодействия с работодателями Руслан Анатольевич Ренгов. Руслан Анатольевич, доброго дня. А также студент третьего курса Асрор Ревжонов. Асрор, тебе большой привет. Рады, что нашли время к нам прийти. Смотрю на те вопросы, которые нам заранее написала наша редакторская группа. Ажиотаж до вашего эфира был достаточно большой. И давайте потихонечку разбираться. Начнем со вступительного слова. Юлия Николаевна, предоставим его вам. Пройдемся по презентации в целом об Институте управления экономикой и финансов. А далее через вопросы будем все расшифровывать. Итак, добрый день, уважаемые абитуриенты. Начнем с того, что я вкратце расскажу об Институте управления экономикой и финансов. И отвечу, наверное, на главный вопрос. А почему же мы? Во-первых, мы одно из самых крупных подразделений внутри Казанского федерального университета. И у нас обучается почти 6000 студентов. Наш преподавательский состав — это профессионалы своего дела. И это не просто преподаватели, это люди с практическим опытом и представители крупных компаний региона. Что же из этого следует? Из этого следует то, что обучаясь вы будете не просто штудировать учебники, а вы будете изучать реальные кейсы и проходить практику на интересных предприятиях и в крупных компаниях. Что же касается самого подхода к обучения? Мы понимаем, что hard skills, так называемые, они, безусловно, важны для будущего профессионала. Но наряду с формированием жестких навыков мы также уделяем очень большое внимание в образовательном процессе и формирование так называемых soft skills или надпрофессиональных навыках. Потому что по опросам работодателей именно они являются сейчас наиболее востребованными на всех уровнях карьерной лестницы. Почему же еще Институт управления экономикой и финансов Казанского федерального университета? Это кампус большой, удобный, технически оснащенный в самом центре города, где вы можете обучаться вместе со студентами из совершенно разных стран, начиная от стран бывшего СССР или стран СНГ и заканчивая представителями различных зарубежных стран. Что касается самого образования, то мы реализуем программы на четырех уровнях. У нас есть 11 направлений бакалавриата, у нас есть один специалитет по экономической безопасности, 9 направлений магистратуры и 5 программ в рамках аспирантуры. Что касается самих направлений профилей, то здесь разнообразие очень большое. Начиная от экономики, менеджмента, финансов, управления персоналом и заканчивая туризмом, картографией, геоинформатикой, географией, педагогическим образованием с двумя профилями подготовки и природообустройством и водопользованием. Поэтому поступив к нам, вы будете, вы окажетесь в сообществе очень многогранном, очень междисциплинарном и мы вам обещаем интересную и плодотворную учебу. Наверное, на вступительное слово на этом все. И дальше мы готовы ответить на вопросы. Тогда поехали. Первый вопрос звучит следующим образом. Как подавать документы на поступление в бакалавриат? Подавать документы можно по большому счету двумя способами. Или прийти. Лично или через электронную систему. Тут или система вуза. Прием документов и регистрацию можно. Кстати, магистратура приема документов у нас уже стартовал. Абитуриенты и будущие бакалавры могут пока в системе нашей пройти регистрацию и уже 20 июня подать заявление. Также в этом году особо наберет обороты прием заявлений через портал госуслуг. В этом году коллеги обещают, что это будет легко. И у портала госуслуг есть одно решающее преимущество. Абитуриент может не привозить оригинал аттеста для того, чтобы поступить. Подав по госуслугам, абитуриент нажимает галочку, что подаю оригинал. И мы будем читать, что он оригинал уже подал. Если абитуриент поступил, прошел конкурсный отбор, он оригинал просто в сентябре с собой привозит к нам университет, чтобы его уже отдать после поступления. То есть резюмируя лично через портал университета или по госуслугам. Какой проходной балл на бюджетное место по направлению менеджмент был в 2022 году? В 2022 году экономика менеджмент в районе 267 баллов. Другие направления немного пониже. То есть, допустим, госмуниципальное управление 259 баллов. Есть направление естественного блока географии и картографии, где проходные баллы были еще ниже, в районе 200 баллов. Вот примерно такая вилка. Следующий вопрос. Как проходит обучение на направлении экономика и международный бизнес? Економика и международный бизнес – это программа бакалавриата, которая полностью реализуется на английском языке. И абитуриенты, которые на данную программу поступают, мы уже ожидаем, что у них уровень языка не ниже, чем B1. Это очень интересная программа. И здесь мы также можем… Здесь у нас такие межнациональные группы формируются. У нас есть студенты и из Колумбии, и из Алжира, и из Ирака. И за счет этого создается очень интересная межкультурная, междисциплинарная среда. Такие мини-саммиты Шоссе-Брикс получаются. Да, примерно так. И во время поступления мы даже предлагаем абитуриентам пройти собеседование, чтобы наши коллеги порекомендовали, что с их знанием языка рекомендуем идти на эту программу, а можем сказать, что не рекомендуем. То есть надо понимать, что с 1 сентября сразу же сесть за парту и учиться полностью на английском языке. Это довольно-таки непросто. Да, там не будет адаптационного периода, там не будет языковой подготовки, там сразу спецдисциплины, все, начиная с общих дисциплин, они все будут на английском языке. Просто были случаи, вот у меня английский 98 баллов, без проблем буду учиться. А через 4 месяца ребенок перешел в другую группу, потому что понял, что балл ЕГЭ – это одно. А вот именно умение полностью учиться на английском языке – это немного другое. Отправимся в нашу социальную сеть, где у нас идет прямой эфир. Вопрос следующий. Будет ли влиять тройка в аттестате по математике при поступлении на экономистов? В теории может повлиять, но на практике, скорее всего, нет. В первую очередь балл ЕГЭ плюс индивидуальное достижение. Если у двух абитуриентов сумма баллов одинаковая, проходят… Но при этом еще учитывается на грани бюджета контракт. Совершенно верно. Когда проходной балл одинаковый, то есть кого взять из 35, баллы одинаковые. Сначала смотрим, кто набрал балл за счет ЕГЭ. Если у одного из абитуриентов эта сумма баллов за счет индивидуальных достижений, там, ГТО, красный аттестат с медалью, да, там, Олимпиады, то уже преимущество получает абитуриент, у которого балл только за счет ЕГЭ. Если оказалось, что у двух абитуриентов все за счет ЕГЭ, тогда уже смотрим, у кого выше математика. Если математика одинаковая, смотрим, у кого выше общество знания или другой альтернативный экзамен. Если и тут одинаково, смотрим, у кого больше русский язык. Если уж и тут одинаково, вот тогда может быть конкурс среднего балла аттестата. Но математика тройка или по другому предмету тройка, это уже не важно, средний балл, он сформируется за счет всех предметов. То есть по теории вероятности, даже если средний балл одинаковый получается, то там вплоть до ОБЖ труда и физкультуры может быть. Да, совершенно верно, да. Учите все предметы, господа. В спорных ситуациях они вам, скорее всего, понадобятся. Вернемся к вопросам, которые у нас ранее были заданы. Их осталось только озвучить. Если я обучалась в колледже на направлении менеджмента и хотела бы поступить на бакалавриат тоже на направлении менеджмента, меня могут сразу на второй курс зачислить? Так, абитуриент в любом случае, то есть, это получается, абитуриент имеет среднее профессиональное образование. То есть абитуриент в любом случае поступает на первый курс. У него, ну как, может быть, это преимущество, что он сдает не ЕГЭ, хотя имеет право сдавать ЕГЭ. Он может выбрать экзамены вуза. Набрав баллы, он проходит по конкурсу и в деканате пишет заявление, что вот я имею профильное образование и прошу мне предметы, которые я уже изучил, перезачесть. И вот уже на усмотрение деканата в теории ускорение обучения возможно. Продолжим по бакалаврум. Как я могу поступить на бакалавриат финансы? Так, ну, финансы – это один из профилей экономики. Наряду с бухучетом, корпоративные финансы, налоги, налогоблажение, экономика предприятий и организаций. То есть, как называют абитуриенты, большая экономика, где много разных экономик. Абитуриент поступает на направление экономика и в конце второго курса по рейтингу, по заявлению, по желанию уже выбирает свою специализацию, в том числе финансы и кредит. То есть, поступаем на направление экономика и пишем заявление в конце второго курса, что желаю обучаться на профиле финансы и кредит. То есть, сразу на финансы поступить невозможно. Это возможно, но уже в магистратуре. Да, Юлия Николаевна? Да, потому что именно в магистратуре финансы выделены в отдельное направление. На уровне бакалавриата они находятся в экономике. Мы о магистратуре поговорим чуть-чуть позже, пока что говорим про бакалавриат. Еще один вопрос из нашей трансляции. Как проходит интервью на английском языке? Это просто беседа с заведующим кафедрой на английском языке, на отвлеченные темы. То есть, итоги собеседования не повлияют на ваше поступление. Допустим, даже если вам скажут, что мы бы вам не рекомендовали, то вы скажете, а у меня баллы ЕГЭ есть, я все равно пойду. То есть, вы имеете полное право пойти на учебу, даже если вам на собеседовании порекомендовали подумать. Ну, то есть, это рекомендационный характер собеседования носит. То есть, беседа на отвлеченные темы. Но при этом эта беседа дает возможность понять и человеку, который занимается формированием этой программы, и самому абитуриенту, насколько возможности абитуриента совпадают с теми требованиями, которые существуют к студентам на данной программе. И не всегда это лучший выбор, даже если хочется обучаться на английском языке, когда уровень языка недостаточный. Хорошо. Поменяем немного ход наших вопросов. Давайте добавим нашего студента третьего курса АСРОРа. Вопрос тебе следующий. Сейчас надо выбрать, как выиграть, надо поинтереснее же. Что случилось в твоей жизни два с половиной года назад, что ты выбрал эконом? Ну, для начала направление экономика, можно даже, наверное, сказать, это наше семейное дело. Вся моя семья на несколько покорений до меня является так или иначе экономистами, бухгалтерами, банкирами и так далее. То есть, влечение к экономике у меня с самого детства. Таким образом, я учился и в школе с экономическим уклоном и так далее. Но выбрал я обучение именно в КФУ, в Институте управления экономикой и финансов, как минимум потому, что здесь уже учились мои братья. Я уже знал, что из себя представляет этот университет, что из себя представляет обучение здесь. Я очень много искал информации. Меня очень сильно завлек уровень обучения, качество обучения здесь. И на момент поступления, для начала я из другой страны, я из Узбекистана, и на момент моего поступления, конечно же, поступить в Казанский федеральный университет это намного престижнее, намного качественнее и намного лучше, чем поступить в ВУЗ в моей стране. Именно поэтому я и выбрал КФУ. Так как ты иностранный студент, расскажи, пожалуйста, как проходил отборочный этап, как проходили вступительные, потому что некоторые иностранцы не понимают этого еще. Поступление иностранных граждан осуществляется через сайт университета, абитуриент КФУ. Это элементарнейшая регистрация, выбор направлений и сдача вступительных испытаний самого университета. По моему направлению экономика, это у нас математика, общество знаний и русский язык. Экзамены университета, они составлены по образу ЕГЭ. Сдать их можно либо в онлайн-видео, то есть с компьютера, с камерой и микрофоном, либо же придя очно. Так как я находился в другой стране, я сдавал онлайн, и никаких проблем это не составило. И по результатам этих экзаменов, набрав необходимое количество баллов, соответственно, уже идет процесс поступления. Так как ты у нас уже на третьем курсе, еще раз скажи, пожалуйста, свое направление. Экономика. Профиль, финансы и кредит. Вот как раз-таки о чем мы и говорили, как поступить туда на бакалавриат. По истечению двух с половиной лет, но уже чуть-чуть больше, уже как бы семестр. Казалось бы, то, что тихими шагами идет к завершению, на самом деле очень быстро он проходит, и приемная кампания тоже уже совсем скоро начнется. Вот по истечению всех этих лет обучения в Казанской федеральном университете. Что уже имеем? Для начала это, конечно же, багаж знаний. Несмотря на то, что я все еще обучаюсь в бакалавриате, это однозначно великолепное качество знаний и обучения, отношение преподавателей к студентам, отношение сотрудников университета к своему делу, и возможности всесторонне развиваться. Не только во время обучения, как учебного процесса, но и со стороны студенческого актива. Но об этом, наверное, можно чуть попозже рассказать. К активу перейдем чуть попозже. По истечению, получается, оставшегося времени до конца четвертого курса определяешься ли ты уже куда дальше пойдешь? Однозначно. И куда? Однозначно. В магистратуру к нам. В Институт управления экономики? Конечно. Удобно получилось принять вопросы, и как раз-таки мы переходим к блоку магистратуры. А, Срок, тебе мы еще чуть-чуть попозже вернемся. Юлия Николаевна, к вам вопрос. Какие экзамены нужно давать для поступления в магистратуру? Итак, поступление в магистратуру — это комплексная история. Всего вступительное испытание состоит из трех, основных частей. Во-первых, нужно выбрать направление и программу, на которую абитуриент будет поступать, и написать мотивационное письмо, в котором четко, понятно будут узложены цели, зачем вы поступаете на программу, чего вы хотите добиться, какие у вас существуют дефициты компетенций, и обозначить ту проблему, которую вы хотели бы исследовать в магистратуре. Вы написали мотивационное письмо. Дальше нужно оценить свой багаж, который вы накопили к этому времени, к моменту поступления в магистратуру, и изучить критерии составления портфолио. Понять, какие документы входят в портфолио, какие сканы, какие копии, что там нужно, и собрать файл электронный со всеми этими документами. После того, как вы подали документы в магистратуру, необходимо отправить ваше мотивационное письмо и портфолио на указанный в программе вступительных испытаний адрес. А вот уже потом прийти на тестирование по указанному на сайте приемной комиссии расписанию. Таким образом, у нас получится комплексный балл за вступительное испытание, в котором 50 баллов максимально будет отведено тестированию, и 50 баллов мотивационному письму и портфолио. 20 за мотивационное письмо, и 30 за портфолио. И из этих трех компонентов сложится ваш итоговый балл, в котором абитуриент будет участвовать в конкурсе. В этом году, обращая внимание, у нас конкурс по направлениям, особенно по очной и очень заочной, а также по заочной формам обучения, по экономике и по менеджменту, у нас будет конкурс на направление, а не на профиль, как это было в предыдущие годы. Как написать мотивационное письмо? На тестирование можно и не приходить. Да, это важный момент. На тестирование можно не приходить. Тестирование, как и в случае с боковым рядом, можно пройти в двух форматах. Можно пройти онлайн, с системой прокторинга камерой и микрофоном, а можно прийти по указанному расписанию и пройти физически в аудитории. Хорошо. Важное замечание, точнее, не замечание, а дополнение к ответу. Вопрос. Как написать мотивационное письмо? Мотивационное письмо, казалось бы, простая вещь, но... Это как резюме на работу тоже. Да, вроде бы все просто, да. Но здесь нужно подойти очень осознанно к этому процессу. Во-первых, совет первый. Быть максимально конкретными. Потому что те мотивационные письма, которые абитуриенты пишут, они очень часто носят абстрактный характер и написаны общими словами. То есть, условно, если мы Васю Иванову поменяем на Станислава Петрова, содержание письма не поменяется, да, оно будет носить универсальный характер. А нам и приемной комиссии, нам интересен сам абитуриент. Что же он к настоящему моменту достиг, что он может. И так как магистратура – это все-таки вторая ступень образования, да, здесь, наверное, мотивация должна быть достаточно высокой. То есть человек, если он выбирает вторую ступень высшего образования, значит, он понимает, зачем ему это нужно. Если он не понимает, зачем ему это нужно, соответственно, он не будет посвящать всего себя процессу обучения в магистратуре, и от этого, в общем, пострадает качество, да, самого процесса. Поэтому первое – это определиться, в общем, что вы на данный момент достигли, а дальше зачем вы поступаете в магистратуру. Очень часто у нас приходят абитуриенты, которые на этапе поступления в магистратуру меняют свою специальность. И здесь могут быть совершенно разные случаи. Допустим, я поступила в бакалавриат, ой, меня мама засунула, там, я не знаю, на журналистику, да, я всю жизнь мечтала быть географом, да, и поэтому отучившись пять лет на журналистике или четыре года на журналистике, он пошел в магистратуру на картографию или на географию, да, то есть человек решил полностью поменять профиль. Или вторая история. Допустим, человек отучился на экономике четыре года и понимает, что он хочет открыть собственный бизнес, и ему не хватает управленческих компетенций, да, то есть он не понимает, как строится компания, как управлять компанией, и в этом случае он выбирает магистратуру по менеджменту. А бывает и третья история, когда люди, закончив бакалавриат и проработав какое-то время, они проработали по специальности и поняли, что они хотят двигаться дальше, и для того, чтобы двигаться дальше по карьерной лестнице, им не хватает определенных знаний и определенных компетенций. И в этом случае они тоже приходят с конкретным запросом, говорят, мы хотим, допустим, на финансы, да, то есть я хочу заниматься финансовым инжинирингом, мне нужны только финансы и больше ничего. Да, или, допустим, исламские финансы, да, поскольку мы единственный вуз, да, в Поволжье точно, который реализует данный профиль, у нас очень, он очень востребован среди людей, которым интересна вот эта тема. Вот, и дальше следующий момент, который важен, это все-таки открыть программу вступительных испытаний по каждому направлению. Они все висят на сайте приемной комиссии, и там четко прописаны требования к мотивационному письму, его объем, а также критерии оценки, по которым оно будет оцениваться. Если вы все эти требования соблюли, вы были максимально конкретны, вы писали про себя, а не про какого-то абстрактного абитуриента, сделали это логично, лаконично, с использованием соответствующей терминологии, то шансы на то, что ваше мотивационное письмо будет оценено высоко, они велики. То есть, грубо говоря, можно написать то, что я за время бакалавра в другом институте, тоже экономическом, научился считать коров, теперь хочу считать деньги. Тоже можно засчитать, да? Условно говоря. Условно да, но нужно обозначить вашу потребность. А зачем вам считать коров? Вернее, зачем вот вы считали коров, а вам вдруг понадобилось считать деньги? Если вы теоретическую базу под это подведете, да, и скажете, это потому что первое, второе, третье, четвертое, то почему нет? Хорошо, продолжим по магистратуре. Обучение у них когда проходит? Утром, вечером? Есть ли какие-то специфики в расписании магистров? Давайте тогда я начну с формы обучения. Значит, у нас магистрские программы реализуются в трех формах. Это очная, очно-заочная и заочная. Если это заочная форма обучения, то в среднем это три сессии в год. Это осень, обычно октябрь, ноябрь. Это зима, конец января, начало февраля. И это весна, апрель. Осенью обычно не больше недели. Если это зима и весна, то примерно три недели, на которые уже магистранты приезжают и очень интенсивно учатся. А, соответственно, в промежутке между этими периодами они занимаются самостоятельной работой. Далее. Следующая форма обучения – это очно-заочная или по-другому ее называют еще вечерней. Здесь может быть два подхода. Первый. Студенты учатся, начиная с половины шестого вечера и по субботам. То есть вы приходите в университет к 17.30, вы учитесь две пары, и некоторые пары у вас стоят в субботу с утра. В этом случае, как и в случае с заочным обучением, длится оно два с половиной года. Дальше. Что касается очного обучения, то здесь хочется немножко сопоставить магистратуру с бакалавриатом и сказать, что в магистратуре меньше аудиторной нагрузки. То есть вы не будете, как на программах бакалавриата, по 3-4, иногда по 5 пар быть в университете. Обычно максимум – это две пары в день и 4-5 дней в неделю. Мы понимаем, что магистранты пытаются работать, очень активно пытаются совмещать учебу и работу, поэтому, учитывая все ограничения в виде аудиторного фонда, преподавательского времени, мы максимально стараемся делать удобное расписание и поднимать его либо наверх, чтобы вы с утра отучились с 8.32 пары, либо максимально спускать вниз. Поэтому всегда стараемся, если у нас есть такая возможность, всегда стараемся с расписанием идти навстречу студентам и магистрантам. Вопрос относительно тех, кто работает, как раз таки. Часто ли студенты, магистры, которые работают, иногда приносят свои какие-то задачки по своему, не знаю, может кто-то бизнес уже открыл, кто-то там стартапами занимается, чтобы вместе с преподавателем это разобрать? Как преподаватели вообще на это реагируют? Преподаватели всегда идут на контакт, любая инициатива поощряется. И у нас есть как кейсы от работодателей, которые активно участвуют в образовательном процессе, так и кейсы самих студентов. И кроме того, студенты активно участвуют в проектной и командной работе. Именно как раз в этот период они имеют возможность разработать свою проблему, то есть найти решение своей проблемы и получить экспертную оценку преподавателя. Собственно, как же данную проблему лучше решить и потом пойти в свой бизнес, в свою компанию, попытаться вот это решение, разработанное группой и получившую экспертную оценку, применить уже у себя на практике в компании. Один из важнейших вопросов, который беспокоит абсолютно всех и всегда. Сколько стоит обучение в магистратуре? Можно в рублях, можно в коровах. В коровах. В коровах. Итак, сколько стоит? В среднем, да, давайте я обозначу примерно, примерные диапазоны, потому что приказ о стоимости обучения на этот год еще не вышел. Но в среднем, если это очная форма обучения, то это от 180 до 200, в зависимости от профиля, тысяч рублей в год. Если это очно-заочная форма обучения, то это, Александр, помогайте, 130. Да, 130-140, опять-таки в зависимости от профиля и направления. И если это заочная форма обучения, то если это экономика, менеджмент, госмуниципальное управление от 70 до 95, если это, естественно, научные направления, таких как природообустройство, география и картография, то здесь, соответственно, ниже, если я правильно помню, от 57 и, по-моему, до 70. Где-то примерно вот в таких диапазонах то это обучение. В сравнении с другими российскими вузами вы сами как оцениваете цену нашу? Цена для вуза, для крупнейшего вуза по Волжья с его инфраструктурой, кадровым составом, набором образовательных программ она более чем адекватна. Хорошо. Что ж, по магистратуре у нас блок вопросов закончился. Вернемся к АСРОРу. Как раз-таки скоро магистратура. Ну, давай еще немножечко по бакалавриату. Для иностранцев пару вопросов будет интересно узнать, как ты проходил адаптационный курс в экономе, как знакомился с преподавателями, как ты пытался понять, что, где, какой этаж находится. Потому что в свое время, когда я учился, я там тоже пару раз заблудился, выходил на следующий день издание. Ну, и в целом, как проходил адаптационный процесс? Ну, во-первых, год моего поступления – это 2020-й. Это коронавирус, карантин, все границы закрыты. Но, тем не менее, ближе к концу первого курса границы уже открылись, я прилетел. Конечно же, первое время было тяжело. Тяжело как в плане адаптации к стране, это как другая страна, другой мир, другие люди, и все непривычно, все неизвестно. Адаптация прошла легко и достаточно быстро. Какого-то негатива к себе или каких-то странных нововведений я не заметил, не ощутил. Мир такой же, люди такие же, добрые, душевные, при наличии каких-то проблем или непонятностей всегда помогут, всегда посоветуют. Что касается адаптации в университете, тоже все прошло почти гладко, конечно же, не обошлось без вот этого помогите найти аудиторию, но тем не менее, все прошло хорошо, с какой бы проблемой я не столкнулся, все помогали, все мы относились максимально добро, оптимистично. Расскажи, пожалуйста, про актив Института управления экономикой и финансов. Студоактив, что он из себя представляет, чем он выделяется по сравнению с другими институтами и факультетом КФУ? Наш студенческий актив охватывает в себе очень огромное количество различных отраслей. Это спорт, это любой вид спорта, который может быть интересен. Это различные творческие коллективы от танцевальных до вокально-инструментальных, театральных и так далее. Это клубы по интересам, различные интеллектуальные клубы, туристические клубы. Все, что может завлечь студента, у нас уже есть. А если по каким-то причинам у нас нет такого направления, то мы его создадим специально для студента. Именно таким образом у нас есть финансовый клуб. Наши студенты создали себе финансовый клуб, рассуждая на его собраниях о финансах, о событиях в мире. Сейчас они приглашают к себе спикеров, достаточно популярных, известных людей, как правило, это наши же выпускники, добившиеся успеха в бизнесе, в карьере, которые делятся своей историей успеха и помогают молодым студентам. Помимо этого, есть еще социальные клубы, различные общественные направления и так далее. То есть, развитие в любом направлении, какое заинтересует. Ну, относительно клубов, можно сказать то, что банальное правило в экономике спрос рождает предложение, оно работает? Конечно, конечно, однозначно. Хорошо. А вот до этого поговорили по магистратуре. Есть ли у тебя уже мысли, куда именно в магистратуру ты собираешься? Честно, пока еще не определился окончательно, но я думаю, это опять же будут финансы, но пока еще полтора года времени есть, пока еще подумаю. Я так понимаю, у нас вернемся к мотивационному письму. Нужно там написать свои сильные стороны же, да? Конечно. Нужно себя похвалить. Что ты в мотивационном письме бы уже написал? Целеустремленность. Если ставлю перед собой задачи, я их достигаю. Это касается как общественной деятельности, так и научной, так и учебной. Однозначно, это стремление к самосовершенствованию. Ведь магистратура – это не бакалавриат, это уже уровень образования, где вы самосовершенствуетесь, ставите перед собой задачи и рассматриваете, решаете их, уже используя опыт и знания, которые приобрели до этого. И вот здесь я позволюсь прервать. Вот здесь как раз нужно добавить, когда вы говорите про целеустремленность… Пошла консультация. Ну и такой совет, да, абитуриент. Когда вы говорите про целеустремленность и про успехи в бакалавриате, всегда подкрепляйте ваши общие слова конкретными достижениями. Что вы добились на настоящем этапе? И не скромничайте. И не скромничайте. Председатель антикоррупционного совета института, он в этом умолчал. Он руководит очень серьезным… Да, то есть я в течение двух лет руковожу коррупционным советом университета. Антикоррупционный, извиняюсь. Антикоррупционный. За это время мы добились первое, второе, третье, четвертое под моим руководством и так далее. То есть не будьте скромными, хвалите себя и подтверждать это конкретными достижениями. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот такой финальный вопрос для тебя. Что тебе больше всего нравится в институте? Только постараемся ответить не так, как в презентациях, своими словами, вот от души, можно так сказать. Первое место для меня в нашем университете. Первая ступенька. Ну, конечно же, лестница эконома в сердце, но я бы не поставил ее на первое место. На первом месте для меня, конечно же, то, что стало моей душой в этом университете, это студенческая жизнь. Это именно студенческий актив. Да, учеба – это хорошо, учеба – это классно, мы получаем знания. Но в свободное от учебы время всего себя я отдаю студенческому активу и работе. Это четыре года студенчества, которые останутся в памяти навсегда и на всю жизнь, о которых никогда не будете жалеть и которые всегда будут вспоминаться лишь с улыбкой и гордостью за то, что мы смогли это сделать, за то, что мы прошли через это. Замечательно. Главное, чтобы антикоррупционный совет не убрали приставку «Анти» из него. Такие оговорочки лучше не стоят. Финальный вопрос задается он из нашей трансляции. Когда будет следующий день открытых дверей? Следующий день открытых дверей у нас 22 апреля. Если можно вывести на экран наши контакты, по контактам, которые указаны, вы можете пройти регистрацию, позвонить. То есть мы хотим, чтобы вы нам позвонили, и мы хотим знать, сколько человек к нам придет. То есть в любом случае, 22 апреля мы вас ждем. Мы уверены, вам будет интересно. В 10.30. Да, в 10.30, 22 апреля, ближайшая встреча с абитуриентами. На Бутлерово-4. На Бутлерово-4, да, по всем нашим ступенькам. И я хотел... Один вопрос задается, как правило, часто, по поводу переводов. Так вот, у нас на экономике, ну, если мы говорим про экономику, процентов 85 обучаются на контракте. Так вот, перевод с контракта на бюджет, он возможен. И перевод с одного направления на другое, он тоже возможен. Поэтому, если вы поступили, и понимаете, что, ну, немного не то, немного не нравится, это не беда. После первого семестра перевод всегда возможен. Вот наш Асрор, живой пример. Он поступил на платное обучение и через год перевелся на бюджет. То есть, все возможно было бы желание и стремление. Ну, надеемся, у абитуриентов такое будет. А вопрос по поводу дня открытых дверей. Вот, были бы вы юрфаком, дата была бы максимально символичная. 22 апреля. День рождения. Да. Дедушки. Пытались к этому подвязать, как раз таки, то, что... Случайно получилось. Практически выпускник Казанского федерального, императорского, да, университета. Практически именно, да. Да. Что ж, на этом вопрос у нас подошли к концу. Пару минут осталось. Если есть что абитуриентам добавить, пожалуйста. Ну, мы, все наши команды, пожелаем абитуриентам сделать правильный выбор, потому что это все довольно-таки серьезно. И, поверьте, есть такая поговорка, что все не делается, все к лучшему. Вот часто мы видим такие ситуации, когда для абитуриента кажется, что все пропало, все не так, вот я не поступил туда, как хотел. Из любой ситуации можно найти выход, выход всегда есть. Главное не отчаиваться и надеяться на лучшее и стремиться к высокому. И что добавить? Мы с нетерпением ждем, да, с началом приемной кампании. Руслан Анатольевич сказал уже, приемная кампания в магистратуру началась, уже можно подавать документы через систему Казанского федерального университета. Поэтому делайте правильный выбор, определяйтесь, куда, на какое из множеств наших направлений вы хотите поступить, бакалавриат, магистратуру. Подавайте документы, и мы вас с нетерпением ждем на Бутлерово, четыре наших стенах. Асров? Я думаю, тебе в конце нужно еще два слова сказать, которые, наверное, любят повторять на мероприятиях. Ты, наверное, понял, что... Конечно, да. У нашего института, так как мы являемся институтом управления экономикой и финансов, есть аббревиатура ИУЭФ. Но внутри КФУ чаще наш институт называют кратко эконом. И так вот, у этого эконома есть прекрасный девиз, который звучит как эконом-чемпион. Да, и мы к этому девизу присоединяемся. Юль Николаевна, присоединились к этому. Что ж, благодарю вас. Хорошие тебе, получается, ближайшие сессии. Которые совсем скоро стартуют. Вам хорошей подготовки к приемной кампании. Но обязательно еще встретимся в рамках нашей программы. А на сегодня все с вами. Большое спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо, всего доброго. Это был КФУ Лайф для Института управления экономикой и финансов. Увидимся с вами совсем скоро. Счастливо, пока. Субтитры подогнал «Симон»!